HP Laser 137 FNV – офисная лазерная МФУ с универсальным сканером. Массивный аппарат, выполненный в черно-белой цветовой гамме. Верхнюю часть занимает протяжной планшетный сканер. Чуть ниже располагается панель управления с кнопками и символьным дисплеем, на котором отображается информация о работе устройства. Боковые стенки оснащены перфорации для лучшей циркуляции воздуха внутри МФУ. На задней стенке аппарата располагаются порты для подключения к локальной сети, USB-разъем и гнездо для подключения силового кабеля, питание. HP Laser 137 FNV способен выпускать 20 монохромных листов с разрешением 1200 на 1200 точек на дюйм за минуту. Помимо стандартной печати на листах формата А4, доступна возможность печати на конвертах. Аппарат работает с бумагой плотностью от 60 до 163 грамм на метр квадратный. Лоток подачи вмещает в себя 150 листов. Лоток для приема готовых отпечатков рассчитан на 100 листов. Сканер обрабатывает до 15 страниц монохромного текста в минуту. Если нужно сканировать цветные изображения, то скорость падает до 6 листов в минуту. Максимальное разрешение сканирования составляет 600 на 600 точек на дюйм. Есть механизм автоподачи оригиналов, рассчитанный на 40 листов. Копер выпускает 20 страниц в минуту при разрешении 600 на 600 точек на дюйм. За один цикл многофункциональное устройство может сделать до 99 копий одного и того же документа. HP Laser 137FNV оснащен факсом с памятью в 400 страниц. Он способен отправлять документы с разрешением 300 на 300 точек на дюйм. Встроенный модем обеспечивает скорость передачи факсов на уровне 33,6 килобит в секунду. Память телефона и книги позволяет хранить в себе 200 номеров. Есть даже возможность передачи цветного факса. Теперь о технической начинке. Устройство обладает производительным процессором, работающим на частоте 600 МГц. Также есть 128 МБ оперативной памяти. Для подключения к ПК может использоваться как интерфейс USB 2.0, так и модуль Wi-Fi. Благодаря последнему, здесь предусмотрена поддержка сервисов для печати со смартфонов и планшетов под управлением Android и iOS. Субтитры создавал DimaTorzok